В отношении «Женевы-2» мне кажется, что вот то, что произошло, не очень удачный раунд переговоров, тут много есть причин, я бы выделил вот такую причину, которая мне кажется композиционной. Вы смотрите, ведь может идти подготовка «Женевы-2» по ДУМ совершенно разным сценарием. Первый сценарий заключается в том, чтобы усадить оппозиционеров и сделать из них сторону переговоров. Смотрите, очень трудно, очень хорошо информировано об этом, и пока не удается, и не путем уговоров, и давление американское, как наш замминистра заявил позавчера, и так далее. Второй вариант – это все-таки сделать «Женеву-2» совещанием тех, кто готов к мирным переговорам. Мирным переговорам. Такой вариант особо не рассматривается, потому что все как-то очень сконцентрированы вокруг первого этого направления. А вот лично мне вот это первое направление кажется не очень удачным, и вся подготовка сейчас «Женевы-2» в целом, мне кажется, она не очень удачно идет, не очень правильно. Надо присмотреться к другому варианту, а не стоит ли попробовать все-таки идти по пути собирать тех, кто может в состоянии говорить, обсуждать. Может быть, это каким-то образом растормошит мирный процесс насчет какую-то динамику, и в дальнейшем пойдет присоединение других групп к этим мирным переговорам. В принципе, для успеха и первого направления, и успеха того направления, о котором я говорю, предпосылок немного, немного, немного. Сказать, что я за второе, и второе пойдет на ура, наверное, нет. Потому что общая ситуация очень-очень неудачная для начала мирного процесса, потому что оппозиционеры все-таки они жестко настроены, все-таки еще думают, что им будут помогать сваливать режим. И они на обломках этого режима смогут прийти к власти. Хотя мне кажется, что большинство из оппозиционеров не очень к этой власти готовы. Я думаю, что, конечно, в области политика дипломатической, политики агитационной, аж пропагандистской работы нужно акцентировать внимание на том, чтобы все силы осознали свою ответственность перед страной. Не только говорили о качествах кого-то из политических деятелей, ныне действующих или альтернативных, а за основу принимали прекращение военных действий и попытки выхода из социального, экономического, политического кризиса. То есть садились за стол переговоров, они занимались просто амбициями и просчетом таких факторов, когда выгодно, когда не выгодно. Пока вот такая линия, в особенности среди оппозиционеров, превалирует. Ну и правительство, наверное, могло бы тоже как-то быть погибче, поактивнее, привлекать, может быть, свежие молодые силы для политико-дипломатических усилий. Все-таки вот некоторая такая зацикленность, она в сирийских событиях чувствуется. Ну, с нашей стороны, мне, честно говоря, нравится, как действует наша дипломат, не только из-за того, что она наша, а вот так в целом, объективно посмотреть. Мы не всегда как-то однозначно все воспринимаем, что и как делается. Но вот на сирийском направлении, по сравнению с другими акторами и другими странами, мне кажется, что мы выбираем достаточно такие взвешенные направления и стараемся по ним действовать. И я думаю, что вот расширение базы поддержки такой линии – это залог того, чтобы нынешняя негативная обстановка была всей перегрузована постепенно.